Делой разговор 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 не одни на весь город его заказываете, поэтому позвонили, согласовали, пришли на предприятие, подписали там либо договор, либо оплатили. Но это занимает там 10 минут, 15 минут. Выдача бетона в том числе занимает, ну, условно, 5 минут. Он дольше едет до вас, чем производится на предприятии. Кстати, вот приехал бетон на место, все знают, что с ним делать-то, или вы какой-то лекбез проводите? Ну, как бы принудительно-то никому лекбеза не читаем. Вот, если есть у человека вопрос, конечно, объясним. Многие считают, что знают сами все и так далее. То есть, основная проблема – это сделать бетон пожиже. Вторая проблема, что уложили на солнышке хорошо, красиво, и сейчас все засохнет и будет стоять на века. Вот, как бы, первая проблема у бетона – бетон хороший, качественный, жидкий, в понятии жидкий быть не может. Вот, получается, это расслоение смеси. Это отдельно компоненты бетона будет уже не бетон, а будет отдельно щебень песока вода. Вот, а по поводу ухода, как основное правило, вот что в бетон изначально положено, то в нем должно лежать. Туда не добавлять надо, не убавлять надо. Поэтому защищаем от осадков, не поливаем, не это, ну, как это, крайний вариант. Основное, самое простое – это его укрыть. А многие, наоборот, уверены, что нужно полить? В нем и так достаточно воды, тем самым мы просто разрушаем верхний слой, который, по идее, у нас должен нести, ну, какие-то, если это, допустим, отмостки дорожки, этот верхний слой наиболее восприимчив к атмосферным воздействиям осадков и перепадам температур и прочим-прочим. Он должен быть наиболее твердым, чтобы основная конструкция стояла, держалась. Поэтому тут лучшим вариантом – это, ну, либо погода, которая не высушит его, либо он укрытие. Александр, а вот, тем не менее, есть такие народные мифы, знаете, там, в бетон добавить яйца, соль, вот вообще это нужно, сегодня востребовано, или это такие вот устаревшие бабушкины рецепты, которые сегодня жизнью ничего общего иметь не должны? Ну, как бы, в первую очередь, наверное, это продукты для кухни. Вот, в настоящее время все, что можно и нужно туда положить, оно добавить, оно добавляется на бетонном заводе. То есть, своих каких-то дополнений вносить не нужно, они пользу принесут вряд ли, а навредят, скорее всего. Ну, а современные добавки гораздо более качественно справляются с поставленными задачами, чем добавление соли, там, ферии, яиц и прочего, которые, ну, в частном строительстве пытаются некоторые люди, подслушав, услышав, где-то там, вычитав, там, в древние времена пробовали то, в древние времена пробовали сё, либо как-то… Есть целые научные институты, лаборатории, фирмы, компании огромные, которые живут только этим, благодаря тому, что это работают, они и живут. Ну, чтобы получить такой бетон, нужно обращаться к специалистам. Как правильно выбрать производителя? На что внимание обратить? Ну, в первую очередь, нужно обратить внимание на наличие у производителя бетонной смеси лаборатории. Вот, и лаборатория должна соответствовать каким-то критериям. Основным показателем соответствия лаборатории, критериям, которые выставляет у нас стандартизация, это наличие у неё сертификата соответствия, что у них и оборудование поверено, и персонал разбирается в том, что делает, и методики имеются, и знают они их и выполняют. Наличие этого сертификата также даёт право выдавать этой лаборатории, этому заводу паспорта качества, на выпускаемую продукцию, паспорт качества, там, на бетонную смесь. Вот, и он обязан подписываться начальником лаборатории, это так требует у нас нормативка. Вторым не менее важным параметром является оборудование, которым выпускается бетонная смесь. В частности, мы работаем на немецком оборудовании компании Эльба, которое позволяет нам минимизировать человеческий фактор. Очень стабильно смесь получается по содержанию всех сырьевых компонентов, точное дозирование и воды, и химии, ну и, конечно же, инертных материалов. Ну и, повторюсь, минимум человеческого фактора. В-третьих, помимо непосредственно лаборатории оборудования, нужно, чтобы и сырьё было качественное, не стесняться спросить, на каких материалах работает производитель бетонной смеси, сертификаты качества данных материалов, потому что есть вероятность, что производитель бетона покупает где-то условно добытый, там, нелегально щебень, либо песок, который с очень большим вопросом соответствует, либо не соответствует, подходит или не подходит, так правильно, наверное, для приготовления бетона. Это может быть содержание и крупность фракций, и наличие каких-то вредных примесей, ну и также это радиологическое излучение, которое должны проходить все эти материалы, потому что в жилом строительстве человек очень долгое время находится, и как бы там нормы свои, все они должны проверяться и контролироваться. Ну и в-четвертых, не бояться спрашивать, с какими крупными промышленными либо гражданскими стройками работает поставщик, потому что чем, скажем, крупнее стройка, тем больше на ней контроля. Расскажите, а вот вы с кем работаете? Мы работаем с ФНПЦ Алтай, Бочкаревский пивзавод, СУА-1, ну я, наверное, не побоюсь, скажу, что на все крупные объекты города Бийска поставщиком бетона являемся мы. Там есть контроль, люди в стройке разбираются, частник, когда приходит, он может как-то на глаз определить, качественный бетон или не очень? Я вам скажу, даже не частнику тяжело определить, качественный бетон или некачественный, просто на глаз. Это есть, ну, наверное, один параметр, это его подвижность. Если бетон жидкий и расслаивается, ну, видно, что он некачественный, другие какие-то, как количество цемента, соответствие материалов там и прочее, прочее, это только лабораторно, либо можно определить постфактум, что он был некачественный, либо был качественный. Когда будет уже поздно? Ну да, когда, в общем-то, уже будет поздно. Часто приходится сталкиваться с ошибками уже при строительстве? Какие можете назвать? Наверное, наиболее частая ошибка – это заказывать бетон несоответствующих характеристик на какие-то там элементы дома. Ну, допустим, возьмем отмостку, которая должна защищать наш дом, в частности, фундамент от осадков и отводить их подальше от стены, от него. Вот, она, как конструкция, подвержена, получается, и воздействию и вод, и солнца, и замораживание, оттаивание насыщенным водой состояния, которое является наиболее разрушительным для бетона. А туда укладывают, ну, как укладывают, заказывают бетон, 8,5, он же марка 100, который никаким из этих характеристикам не соответствует. Ну, и в итоге весной приходят, а все, отмостки нет, и претензии к поставщику бетон некачественный. По факту бетон качественный, вопрос, для чего он предназначался. У каждого бетона свое предназначение. Стена одно, фундамента другое, дорожки третья, отмостка четвертая. Везде нужно понимать, что и для чего. То есть на профиле предприятия специалисты подскажут это? Безусловно. То есть не стесняйтесь задавать вопрос, а какой бетон применить на данную конструкцию. Куда, куда, куда. Все вам объяснят. Поэтому рекомендовал бы обращаться к проверенным поставщикам бетонной смеси и не заниматься, может быть, поиском более дешевых, легких решений. Ну, собственно, подошли мы к вопросу цены. Есть какие-то уровни, ниже которых бетон, скорее всего, не очень хорошего качества? Ну, наверное, стоит, прежде чем заказывать бетон, провести какой-то анализ, сравнить предложение, которое выпадает явно из общего списка, процентов, может, на 10-15%, тут стоит задуматься. Потому что бетонные работы, они не дешевые работы, это реальные вложения, затраты, к которым человек идет относительно какой-то там долгий период, готовится. И, наверное, надо не полениться и затратить еще чуть-чуть времени, чтобы эти затраты были в нужном направлении, а не деньги на ветер в итоге вышли. Спасибо, что пришли. Рассказали, как сделать так, чтобы дом стоял на веках. А на сегодня это все. С вами была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова